Ну что, всем привет! Сегодня я один, но это, скажем так, особый случай. Так получилось, что Александр не может присутствовать, но это не помешает нам сегодня сделать интересный обзор на новинку в модельном ряде велосипедов Merida. Это Merida с культурой Endurance. По сути, это велосипед, который пришел у бренда Merida на замену так называемого Mission Road, который выпускался в прошлом году и в позапрошлом. По сути, Mission Road это был тот же самый Mission CX. По сути, у них одна и та же рама была, но отличалась навеска, соответственно, сложно было назвать Mission Road как таковым чистым Endurance. Поясню некоторый момент, что такое Endurance шоссейник. Есть разные классы шоссейных велосипедов. Есть гоночные шоссейники, есть классические шоссейники, есть аэродинамичные шоссейники, есть разделочники, есть Endurance. Endurance это велосипеды, предназначенные для длительных, так называемых, гранд фонда, для длительных тренировок, поездок в районе 200 километров с комфортом. Например, вообще в Европе сейчас и в Pro Tour популярны классические одноневные гонки, на которых часто используют Endurance велосипеды за их комфортабельность, за их возможность с меньшими энергозатратами и с большим комфортом преодолевать неровности, которые будут на трассе. А так как в Pro Tour гонки проходят по разному покрытию, в том числе и по брусчаткам и по грейдерам, то есть да, на таких велосипедах у нас говорят, что гравийники, да, ну обычно для грейдеров, а в Pro Tour по грейдеру ездят вот на таких шоссейниках на самом деле. Вот. И поверьте, там им приходится не сладко, потому что скорости там за 40. Вот можете себе представить, каков должен быть велосипед для такой гонки, насколько он должен быть предназначен и готов. Но мы вернемся сейчас конкретно вообще к классу вот этих вот велосипедов и конкретно к модели скульптуры Endurance 5000. Я сегодня на нем прокатился сам. Могу сказать, что да, действительно ощущается разница по сравнению, допустим, с классическими шоссейниками. Ну, на своем примере могу сказать, что у меня BMC SLR и по характеристикам он, конечно, уступает SLR в жесткости. Он мягче намного. Это чувствуется при разгоне, особенно при каких-то резких ускорениях, при каких-то резких рывках. Вот. Но, да, надо дать должное тому, что здесь все-таки стоят и покрышки 32-е. И сам по себе велосипед отличается по геометрии рамы от моего байка гоночного шоссейного. Вот. Но, тем не менее, общая тенденция, все равно общее предназначение велосипеда отличается. Из этого есть вот разница в ощущениях. Сидится на нем очень комфортно. По моим ощущениям, я даже сегодня поясницу не чувствовал. У меня бывает такое, что при езде в крутые подъемы длительные, я немножко начинаю ощущать нагрузку в поясничном отделе. Здесь ты сидишь вертикальнее, здесь ты сидишь комфортнее. Что, в принципе, положительно сказывается на общем состоянии в процессе длительной тренировки. Велосипед. На самом деле, концепция не нова. Немножко сделаю тоже, опять же, отступление. На рынке есть конкуренты у этого велосипеда. Их немало. И есть аналоги. Люди, которые в теме, которые разбираются в рынке велосипедов других производителей, могут заметить очень схожую, очень, скажем так, не схожую, а вообще общую похожесть велосипеда на каньон Эндуранс. Одноименный причем, да. У него вот аналогичный треугольник такой же, вот здесь тоже увеличенный рулевой стакан, как у Мериды. Ну, немножко с таким как бы завалом. Более того, цифры у них с каньоном очень-очень похожи цифры по геометрии. Могу сказать, что рич, стендовер, точнее не стендовер, а длина подседельной трубы и ЭТТ велосипеда один в один. Один в один углы кареточного стакана подседельной трубы и рулевой колонки. Один в один как у каньона Эндуранс. Канандейл Синапс отличается немножко, там, немного другие у него цифры, но тоже очень похож. Ну и почему вот, например, его назвали скульптурой Эндуранс, мне тоже не совсем понятно, потому что от скульптуры здесь только рулевой стакан по факту, ну, если по дизайну сравнивать. Потому что у скульптуры даже не такая подседельная труба, даже не такие перья, вообще, то есть задница совершенно другая здесь у велосипеда. То есть вот этот узел здесь, он совершенно другой, не такой, как у скульптуры. Но, тем не менее, велосипед интересный получился. Потому что то, что было в том году в Merida Mission Road, ну, сложно назвать какой-то новинкой. А этот велосипед можно назвать, что создан с нуля. Да, пусть он и похож на присутствующие модели велосипедов на рынке. Да и вообще сейчас все, скажем так, друг у друга что-то смотрят, все велосипеды сейчас похожи, поэтому здесь вот ничего такого в этом нет. Если какая-то концепция или что-то работает, и что-то продается, и оно интересно, почему бы это не использовать? Все в порядке, я считаю. Все лучшее, все мое. Конкретно по велосипеду из прикольных вещей здесь интегрированный зажим сейчас используется. В отличие от той же скульптуры, которая выпускалась раньше Mission Road. Он здесь спрятан под резиночкой, ну, чтобы это все не грязнилось, не пылилось в процессе использования. Не знаю, видите, не видите, там под резинкой находится. Все делают по-разному. Кто-то зажим сбоку делает, кто-то у кого-то снизу, ну, у Merida сверху. Как бы вариантов тут тоже не сильно много. Вторая отличительная особенность, и что мне лично нравится с точки зрения дизайна, это полуинтегрированная проводка. Ну, полуинтегрированная, потому что у топовых моделей стоит уже другой вынос, куда можно спрятать все. Здесь такого нет. Здесь стоит обычный руль, который у всех Merida используется, и обычный вынос. Но крышка рулевая, переработанная, и подшипники здесь стоят, по-моему, 1,4 дюйма сверху и снизу. То есть они позволяют использовать опорное кольцо стопорное с выходом под тросики гидролинии, под переключение и, соответственно, под тормоза. Мне нравится. Смотрится компактно, смотрится красиво, аккуратно. То есть нет вот этой всей вот этой балахонства с проводами. Классно, в общем-то. Велосипед на ультегре R800 на гидравлической группе, соответственно. Тормоза здесь дисковая гидравлика. Ну, по работе могу сказать, что очень они мягко работают. Нет вот этого вот страха торможения на шоссейнике, что кажется, что сейчас нажмешь и уйдешь через ультекового вообще нет. Они очень, ты их очень чутко чувствуешь. Ты нажал, он начал притормаживать. Нажал чуть сильнее, он почувствовался сильнее. То есть, в отличие от ободных тормозов, здесь чувствуется динамика торможения очень чутко. Не нужно просто надавливать на него, как на механике, то есть резко и со всей силы. Да и вообще, нормальные колодки в нормальных условиях даже по ободным тормозам у шоссейника тормозят хорошо. Могу по своему опыту сказать. У меня карбоновые колеса и специальные колодки для них хорошие, дорогие. Они отлично работают. Останавливается велосипед идеально даже в высоких скоростях, даже со спусков. Здесь ощущения торможения очень близки. Наверное, преимущество все-таки дисковых тормозов – это эффективность торможения в сложных погодных условиях. Дождь, снег. То есть, когда у вас все-таки попадает влага на тормозную дорожку у ободов, конечно, торможение ухудшается ощутимо. Здесь такой проблемы не будет. Ухудшаться, но все равно так или иначе будет. Просто не в тех пропорциях. Поэтому в торможении этот велосипед однозначно мне понравился. Ну и в целом любые шоссейники на дисках, я думаю, будут ощущаться аналогичным образом. Трансмиссия, естественно, тоже ультегра R8000. Стоит здесь компакт 5034 расчет спереди. И кассета на 1134. Но скажу так, что диапазон горный на самом деле. То есть, если кататься где-то на рельефе, в той же Турции, в горных каких-то участвовать, может быть, в горных этапах, либо в Таиланде тоже там по горным каким-то массивам кататься, в Италии, в горах, это оправдано. Но вот для такого универсального использования, то есть для стола, для того же самого, но, если честно, расчета не хватит. Вот я сегодня крутил 50-11 очень часто и даже на высоком педалиже, скажем так, заболтался. Ну, со спусков, опять же, на равнении, конечно же, хватит. Но, опять же, лучше иметь все равно спереди больший запас по передаче. Все-таки большая звезда спереди увеличивает КПД. В принципе, по трансмиссии я сказал. Еще по цепи, опять же, хочу заметить, что опять производитель не хочет почему-то в круг ставить все компоненты фирменными. Ставят цепь КМЦ от стороннего производителя. Ну, как по мне, это минус. Все-таки цепь лучше ставить более, скажем так, высокого уровня. Все-таки цепи, которые ближе к топовым, они сделаны по-другому, из других материалов. Обработаны лучше, они меньше ржавеют. Колеса. Ну, колеса здесь под дисковые тормоза, само собой. Бода эксперт, бескамерные. Резина Maxis детонатор 32C. Отдельно хочу заметить по колесам, что по ощущениям, конечно, 32-е тапки. Тапки, то есть, что по крышке, ощущаются, конечно, очень своеобразно. Например, я сегодня переезжал ЖД-переезды, и, ну, они ощущаются, но не так. То есть, нет вот этого удара, как бы, по ногам, по рукам. Очень мягко это все проезжается. И есть возможность поставить пониженное давление, опять же, на бескамерке. Здесь сейчас стоят камеры. Вот. Ну, Maxis детонатор, она не предназначена для бескамерного использования. Как бы не заявлено. Но можно, опять же, поменять резину на бескамерную. Поставить бескамерку, ездить, радоваться. Работает это очень хорошо. Конкретно даже на этих покрышках я сегодня позволял себе просто объезжать пробки из грузовиков по обочине. Просто не боясь каких-то проколов и прочего. Потому что, в принципе, даже Maxis детонатор, несмотря на то, что стоял камерный, он очень толстый. То есть, резина здесь тяжелая. Но из этого, конечно, общий вес велика тоже добавляется. Вот. Опять же, бескамерно можно поставить легче резину. Соответственно, выиграть вес и выиграть надежности. Но не сильно нелегкую желательно ставить. Желательно ставить все равно с какой-то защитой. Подсидел карбоновый. Но я его сегодня не ощущал особо. Опять же, за счет того, что, в принципе, конструкция рамы, вот эти сплющенные перья, широкие покрышки, они гасили вот эти вот микро неровности. И как бы даже карбоновый подсидел, скорее, это просто добавляет снижение к весу. Вот и все. Чисто с точки зрения веса, может быть, эстетики, да, он прикольный, что есть. Как бы функционально он здесь не ощущался. В целом, такое мнение вообще по велосипеду. Я считаю, что модель, конкретно вот эта модельная линейка у Merida будет интересна большинству пользователей, которые именно ищут велосипед для участия в каких-то длинных гранд-фондах, заездах, вот таких вот соревновательного типа с комфортом. То есть, кто не хватает там каких-то первых мест, скажем так, ни у кого нет каких-то амбиций суперспортивных, этот велосипед скорее не сильно будет проигрывать скорости тем же аэрошоссейникам, тем же горным шоссейникам, но он назначенно будет выигрывать в комфорте. Поэтому Merida молодцы, что переработали Mission Road, скажем так, вообще от него ушли, потому что Nota была с точки зрения производителя реальная халтура. То есть, они просто взяли Mission CX и перевесили шоссейную навеску. Вот. Ну, можно сказать, что велосипед удался однозначно. Ну, по моему мнению, в принципе, это все, что я могу про него сказать. Конечно, хотелось бы поездить в нем побольше. Надеюсь, такая возможность будет в дальнейшем. Возможно, я когда-нибудь себе куплю аналогичный велосипед. Вот. Но это уже другая история. На сегодня у меня все. Всем пока. Как обычно, в наших видео мы взвешиваем велосипеды и вес скульптуры Endurance 5800-8920. Вес, заявленный производителем 8600. Ну, естественно, я сейчас снял педали с него свои, снял Garmin. Вот. Есть, конечно, расхождение веса. Но у производителя все веса указаны для ростовки M. Это ростовка L. Еще шестигранники у нас под седлом есть. Поэтому, ну, плюс-минус он все равно сходится. Мое мнение, конечно, для такого шоссейника тяжеловат. Но напомню, что резина тяжелая стоит все-таки здесь в стоке. Резину поставить и полегче. И вес, соответственно, снизится ощутимо. Ну, вот. Как-то так.